7 июля в здании администрации прошло плановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На 7 июля, по данным Роспотребнадзора, в Десногорске по-прежнему 136 заболевших коронавирусной инфекцией. Суточный прирост по области – 42 случая. Положительную динамику отметил руководитель медсанчасти Десногорска. Мы на фоне области так же выглядим, как и вся область. То есть, идёт снижение заболеваемости, появляются свободные койки и в самом Смоленске, и в других районах. Коэффициент распространения инфекции в Десногорске составляет 1,1. Свободный коечный фонд на 7 июля – 40%. По этим критериям Десногорск считается благополучной территорией Смоленской области. Но, тем не менее, особые эпидемиологические меры в целом по Смоленщине продлены до 20 июля. Надо эти две недели продолжать те мероприятия, которые мы проводили до настоящего времени. Несмотря на то, что заболеваемость наша снижается, она всё равно регистрируется, хоть и единичные случаи. Менее масштабной, но всё же значимой проблемой Десногорска остаётся ливневая канализация. Часть этой системы входит в состав уличнодорожной сети, а другая её часть находится на придомовой территории. Это и создаёт трудности её комплексного обслуживания, что приводит к подтоплениям во время осадков. Вопрос ливневой системы на данный момент – одна из приоритетных задач, стоящих перед администрацией. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ